друзья всем большой привет меня зовут шура и вы на моем канале шурами вы смотрите мой 51 влог я надеюсь что вам будет интересно приятного просмотра и 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 друзья смотрите мы сегодня приехали опять буквально на два часа чтобы пообедать опять сережа работает и смотрите что я вижу такая красная такая большущая вообще ну она только одна вот есть еще беленькие вот такие вот беленькие беленьких много есть вот такая вот немножечко она порозовела но еще не совсем ну то есть в принципе в этих вот моих мешочках они неплохо себе розовеют я боялась вдруг из-за мешочков там света мне им не будет хватать но нормально зато никто их не поел ни птички никакие никто сейчас сереже эту клубничку вручу и мне кажется что я видела что малина немножко до малина смотрите вот розовенькая вот вот розовенькая ой солнце такое что я не вижу я вообще-то туда снимаю или не туда вот тоже розовенькая смотрите вот смотрите какой базилик вы просто просто посмотрите он уже разросся настолько что мы сегодня его наверное даже попробуем огурчики огурчики пошли в рост вот они сейчас я это все полью мята хорошо разрослась можно пару веточек взять домой на чай клубничку которую я из усов сажала все с ней вроде ничего немножко она такая вяленькая потому что надо полить вот этот вот кустик погорел но я смотрю там видите маленький новый вот тут вот и я думаю что все нормально лук разросся петрушка разрослась укроп разросся даже кинза разрослась все вообще идеально матрас мой сюда принесло ветром он вообще-то лежал совершенно в другом месте ну ладно он он просто под сдулся и поэтому его сюда принесло единственное что он мою питунью закрыл там клубника серёнь вот моя питунья даже уже с цветочками единственное что вот матрас ее закрыл но в принципе с ней все в порядке но наверное я ее еще буду подрезать но пусть пока вот так пока что мне нравится кустик все нормально вот эта питунья тоже подросла так ну мои кусты они вообще с каждым разом все больше и больше вот эти вот что у нас с гортензией гортензия в принципе себя чувствует неплохо сегодня вышел мой предыдущий влог следят за гортензией люди вот я тоже за ней очень даже слежу очень много новеньких побегов она такая упругая она вот ну вот эти вот листочки но они немножко погорели они и они вон и отваливаются это старенькие будут новенькие вот эти я ее сейчас обильно очень полью и будет с ней все в порядке я в этом уверена капусту свою ну не всю некоторые я не закрыла а некоторые я закрыла вот конечно когда она уже будет большой капусты ей в этих мешочках будет тесно я их сниму но пока что просто хочу посмотреть новые листья которые будут появляться они будут тоже погрызаны или нет вот мне интересно просто откуда этот вредитель идет вот ну вроде все вам показала ой ой у нас вот смотрите какая стая птиц была Сережа ее сейчас спугнул сидели здесь получается как бы они нам тут гнезд не наделали и мы потом косилкой случайно их не разорили нет ну знаю что не надо нам яйца главное чтобы мы ничего тут не не разорили потому что они могли в траве навить себе гнезд в общем вот с капустой вот такое ну я что-то не маленькие совсем я не стала закрывать в мешочке а побольше которые были я закрыла для эксперимента просто посмотреть что будет с новыми ну тут пока новых не особо много боярышник в принципе особо не поменялся но он вытянулся так хорошо вытянулся здесь к сожалению все погибло неприятное конечно чувство потому что покупали то мы доплачивали за то что это будет взрослое дерево а получается что купили мы вот те завязи которые у нас уже у нас здесь появились а вот это вот все дерево длинное большое высокое оно получается посохло ну что бывает бывает ничего страшного главное что оно в принципе у него корневая система в порядке все хорошо так что не будем расстраиваться будем ждать пока вырастет вот этот вот боярышник винограды наконец пошли в рост вот видите вот это новенькое все и тянется оно уже туда куда мне надо к забору я тут палку поставила чтобы все это к забору росло и оно в принципе растет к забору вот здесь вот тоже новенькая уже тоже появилась тоже растет к забору все вам показалось все вам рассказала пошли мы обедать и домой клубничку сейчас еще попробуем друзья покажу вам прямо перед тем как распустить эту работу где-то на три если не считать перевязов а их было прямо очень много я вязала вот эту маечку вообще изначально это должен быть топ то есть кроп топ такой коротенький но я такие вещи не ношу и я решила как бы делать такую маечку то есть маечка такие чашки я вдохновлялась определенной работой но я все по-своему все равно делала и значит почему я распускаю ну во первых потому что мне совершенно точно не хватит пряжи это вот такая пряжа я арнарт креатив в 50 граммах 85 метров это 100% хлопок цвет 244 ниточка очень толстая для такой работы для летних каких-то изделий и очень тяжелая то есть вот это вот у меня здесь получается где-то два с половиной мотка всего у меня пять мотков можно конечно было бы докупить но я не хочу я не только по этой причине распускаю вот эти вот два с половиной мотка они уже весят получается больше 100 грамм ну там 125 грамм да выходит и мне нужно на всю футболочку на всю вот эту маечку получается где-то мотков наверное семь вот так вот ну как бы семь это очень тяжело будет это будет очень тяжелое изделие оно получается толстое вот то есть для вот видите какое то есть для какой-то летней маечки не подойдет для какой-то осенней истории например да то есть когда еще не нужен не нужна шерсть в составе но уже нужно что-то такое более плотное надевать не подходит фасон вот потому что это просто маечка на бретельках здесь идет идут столбики без накида обычные здесь идут полустолбики с накидом за заднюю полупетлю и вот здесь идут соединительные столбики за заднюю полупетлю то есть вот у меня здесь две две петельки это вот эти соединительные столбики получается что вот эта вот часть она так хорошо топорщится а у меня грудь небольшая совсем я бы даже сказала что ее практически нет и вот эта вот история с тем что вот здесь вот будет больше она на мне смотрится просто каким-то мешком непонятным бесформенным то есть в данном случае как бы мне наверное для моей фигуры нужно было просто продолжать вязать столбики без накида и все было бы хорошо все бы село нормально на меня мне не нужно большое увеличение мне просто нравилось что ну вот здесь как бы другой рисунок но на меня в общем это не подошло и вот за счет вот этих вот стянутых получается столбиков вот здесь вот получается бесформенно то есть вот сейчас то оно лежит как бы я это так разгладила но когда оно вертикально чашка здесь увеличивается вот так вот а у меня здесь столько объема нет вот поэтому распускаю на самом деле это все просто мега быстро вяжется я говорю если не считать перевязав то я вот это вот ну не по целому дню то есть за три дня связала вот это практически весь перед ну конечно не весь но больше половины переда я связала за три дня при том что вязала не целыми днями я так чисто включала аудиокнигу немножко вязала потом занималась другими делами и вот в принципе то есть я бы связала наверное за неделю даже может быть не и за пять но я буду распускать вот потому что не та пряжа не та вязка не тот фасон все не то вот все не то поэтому я на самом деле эту пряжу уже хотела даже выбросить я из нее другое изделие вязала опять оно получилось супер тяжелое супер неудобное супер какой-то вообще не такое я поняла что это пряжа не очень потом я решила ей дать все-таки второй шанс вот дала ей второй шанс опять разочаровалась и опять в общем в общем опять ее сматываю не знаю мне кажется я ее выброшу потому что ну из нее наверное не одежду нужно вязать я вот так думаю или что-то очень маленькое то что в принципе не весит много даже при том что пряжа тяжелая вот такие какие-то изделия из этого хлопка можно вязать а так вот ну для меня для меня это тяжелое я не считаю что вязаные изделия должно быть тяжелое мне кажется вязаные изделия должно быть полегче может быть что-то подобное можно связать из льна вот в принципе я думаю что из льна было бы здорово ну или просто из хлопка не такого толстого конечно можно было еще связать на спицах что-то подобное но мне хотелось именно крючком на спицах было бы тоньше гораздо изделие, и оно бы, наверное, даже и не сильно много весело, и можно было бы даже летом в ней супер жаркую погоду это носить. Но, в общем, вот конкретно это изделие не получилось. Я не расстраиваюсь, ну, просто вот такой вывод. В очередной раз убеждаюсь, что из этой пряжи вязать именно одежду, особенно на мой большой размер, ну, не очень, потому что тяжелое изделие, ну, и, как я уже все сказала, все остальное, фасон и прочее. Друзья, смотрите, я сделала вот такое вот украшение на шею. Это жемчуг и гематит, кажется, называется. Вот эти сердечки из гематита. Вот это сердечко вообще просто бижутерия. И жемчуг небольшой, маленький, вот такой вот. Я вообще не очень ношу шейные украшения, у меня есть кулон, я его ношу на постоянной основе, ну, в целом вот так, чтобы я там снимала, надевала, я вообще так с украшениями не делаю, я вот надела браслет, надела цепочку с кулоном, надела сережки, и я вот их долго-долго-долго ношу. Потом, может быть, мне захочется что-то поменять, но я меняю и тоже потом долго-долго-долго это все ношу. Но мне очень захотелось почему-то сделать вот такое вот украшение. Это мой первый раз, я ни разу ничего такого подобного не делала. Сердечки здесь вот от центрального сердечка смотрят в разные стороны. Здесь вот у меня вот такое вот крепление в начале и в конце я такое делала. То есть сначала надевается вот такая штучка, вот, видите, вот такая вот штучка надевается на леску, потом надевается вот такой вот шарик. Вот этого у меня не было, это я докупила, а вот это у меня было, у меня были вот эти карабинчики, колечки, вот это вот у меня все было. И вот эти вот тоже шарики у меня были. Потом надевается такой шарик, зажимается прям очень-очень сильно, вот у меня тут плоскогубцы лежат, очень сильно зажимается плоскогубцами или тонкогубцы, я уж в этом не очень разбираюсь. И потом закрывается вот этот вот замочек, закрывается, И в него можно продеть вот колечко. Дальше я продевала колечко. С одной стороны карабинчик еще, с другой стороны просто колечко. Очень мне нравится это украшение. Я буду его периодически носить, потому что я думаю, что волосы будут путаться, запутываться вот об этом украшении. Но иногда вот так вот, не знаю, как-то празднично или просто вот по настроению можно будет его надеть. Вот у меня еще остались и немножко сердечек и немножко вот этого жемчуга. Я думаю, может быть, какой-то браслетик еще сделать или не буду. Не знаю, посмотрим, но мне очень хотелось сделать именно вот такое шейное украшение. Не знаю, как называется правильно, но вы все видите, думаю, понимаете. Такая вот небольшая работа рукодельная. Ну, сколько она у меня заняла? Наверное, час, не больше. Вот это еще потому, что я считала, чтобы одинаково было с двух сторон бусинок, я их считала. Если бы я не считала, то вообще это бы гораздо быстрее получилось. Вот такое вот украшение. Друзья, смотрите, какой мы собрали урожай. Вот так вот уже прилично ягодок и малины так нормально созрело. И клубники очень много созрело. Ну, для наших пяти кустиков я считаю это вполне себе. Вот так что мы приехали, очень-очень жарко. Я не знаю даже, что мы будем делать, потому что на такой жаре сложно. Все растения немножко полегли, потому что очень жарко, полива не было. Я, конечно, сейчас все буду это поливать. Ну, а кроме этого не знаю, что на такой жаре поделать даже. Ну, в общем, разберемся сейчас. Здесь всегда дела найдутся. Вот, но первым делом, конечно же, попробуем наш урожай. Друзья, смотрите, вот такой небольшой пучочек зелени набрала. Вот эта вот большая, это кинза. Она как-то, в общем, у нее листиков особо не было. Она вот такая выросла. Это, скорее всего, семенной вот этот вот росток. Но мы его съедим, потому что нам семена так, я не думаю, что мы будем собирать. Но вот такую вот собрала. Она молоденькая, мягкая, мы ее съедим. Вот эта вот кинза уже обычная. Немножко петрушки. Петрушка пока что, ее много, но она прям низенькая совсем. Немножко лучка. И вот укроп. И посмотрите, просто какой огромный пучок базилика я собрала. Просто хоть сейчас иди, делай песто. Вот, и там еще есть. Это я так, ну, опять-таки нам просто на еду. Сейчас вот поесть. Ну, что не съедим, естественно, с собой заберем. Это я вот так вот скромно набрала базилик. Прям хорошо идет. Ну, и ягодки наши. Вот мы поели очень вкусные, хорошие ягоды. Сами вырастили, и оказывается, что они ничего. Вот, хотя никаких ожиданий не было. Сережа сейчас занимается сборкой бассейна. Мы решили купить бассейн. Он 3 метра и 76 сантиметров в высоту. Просто решили попробовать. У нас, естественно, не будет сейчас никаких очистных станций. Ни фильтров, ничего такого. Мы просто наберем воду, насыпем в нее соль и нальем перекись, чтобы она особо сильно не цвела. И все, не будем ничего очищать. Вот она будет грязная. Она не грязная будет. Она у нас богата железом. Будет такая вода мутная, мутная, оранжевая. Вот в ней будем купаться. Понравится нам? В следующем году, может быть, мы придумаем какие-нибудь уже оборудования. Придумаем, куда его переставить в нормальное место. Сейчас мы его ставим просто по центру. Вот, Сережа соберет. Начнем наполнять. Наполняться, конечно, это будет очень долго. Там, по-моему, 4000 литров, если я все правильно помню. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но примерно столько. Наполнится, наверное, может быть, не за один раз. Но будем приезжать, наполнять, приезжать, наполнять. Ну и нагреваться будет просто под солнышком. Тоже, естественно, никаких нагревательных систем у нас не будет. Вот. Просто решили вот так попробовать. Сейчас нет смысла оставить все вот это вот красивое, дорогое, очистное и прочее. Потому что, может быть, нам не понравится. Может, мы не будем пользоваться. Вот. Так что вот такими делами занимаемся. Сережа. Тяжелыми. Я полегче. Я опять-таки все поливаю. Вот собирала урожай. Нужно усы у клубники поотрывать. Нужно петунии подрезать. В общем, нужно там кое-где что-то прополоть. На самом деле прополки у меня минимальны. Потому что я прям очень хорошо подготовилась к тому, чтобы никакие сорняки не росли. И они у меня не растут. Ну, бывает, что где-то травинка вылезла, где-то там еще что-то. Ну, вот так вот. Вот. В принципе, все поливаю. Конечно, тяжело растениям в такую жару. Очень тяжело. Я прям вижу, что они все такие поникшие. Ну, поливаю как могу. Вот такие дела. Все рассказала, пошла дальше заниматься. Смотрите, друзья, еще мяты набрала вот столько. Тоже много. Для меня это прям запах детства. Потому что у моей бабушки много росло мяты. И мы с ней всегда, как только мята вырастала, мы с ней всегда завариваем чайничек чая. И туда обязательно мята. А иногда и просто мяту. Только мяту. И еще она мяту вот так рвала, связывала в пучки и вешала мне над кроватью. Вот. Так что у меня все время пахло очень вкусно. Засыпалось хорошо. Так что запах такой прям очень приятный. Вот. Может быть съедим так. Может быть заберем домой чай. Сделаем. Ну, прям очень, очень я рада этому урожаю. Друзья, бассейн готов. Вот так вот он выглядит. Набирается в него вода. Я не знаю, конечно. Это будет очень долго. Вот так вот приспособили шланг, чтобы он не болтался. Потому что напор хороший. И его прям в разные стороны трясет. Поэтому поставили вот эту канистру и туда прикрепили шланг. Ну, набирается не быстро. Вот. Решили сейчас передохнуть. На самом деле дождик какой-то собирается. Вот. Куча какая. Ну, в общем. Будет дождик, значит, будет дождик. Побыстрее бассейн наполнится. В принципе, на сегодня мы дела все поделали. Конечно, дел еще очень много. Я хотела с голубикой разобраться. Некоторые там не очень мне нравятся, как растет. Нужно ее немножко по-другому. Надо ее, в общем, ей корни раздербанить. Потому что так получилось, что в прошлый раз я вырвала куст. Случайно. Я вырывала какую-то траву. Непонятно, откуда выросшую. И с ней вместе куст вырвался. И такое ощущение, что вот как он был комом, когда он пришел из питомника, так он и остался. Хотя я корни так и разбирала. Но вот как будто бы они не пошли в рост. Вот поэтому мне с голубикой надо будет разбираться. Но это не сегодня. Ой, гром. Гром какой гремит. Не знаю, слышно, нет? В общем, гремит гром. Друзья, я прошу прощения за шум. Смотрите, вот придумали вот так вот кипятить воду. Можно спокойно кипятить в пластиковом ведре. Главное, чтобы кипятильник не касался самого ведра. Придумал Сережа вот такую конструкцию. И вода кипятится. Это для того, чтобы наливать в бассейн, чтобы поскорее вода стала теплее. Потому что сегодня уже не нагреется. Она уже сегодня, во-первых, и дождик капает, да уже и вечер. Так что сегодня она точно не нагреется, а хочется попробовать. Очень хочется. Не знаю, правда, наберется до темна вода или нет. Потому что там сейчас где-то четверть. А прошло, наверное, часа два. То есть за два часа только четверть. Но в целом это достаточно быстро. Просто объем большой. Поэтому все равно даже с хорошим напором будет прилично набираться. Ну и, в общем, я решила, что я буду потихонечку вот так вот кипятить ведра. Вода скипит. Я вылью. И вот так вот несколько ведер. Не знаю, как-то это поможет или нет. Но попробовать стоит. Еще хотела тоже накипятить воды. В принципе, я для этого кипятильника купила. Чтобы, видите, у нас на куче с песком начали расти сорняки. Я знаю, и я уже пробовала, и это помогло, что они очень хорошо убираются с помощью кипятка. Просто кипятком их поливаешь, они засыхают, и все. Где бы показать? Вот. Видите, вот здесь вот я поливала. Вот здесь вот я поливала кипятком. Вот здесь вот я поливала кипятком. И вообще везде вот тут вот были сорняки. Я их просто полила кипятком, и они вот так вот засохли. То есть, в принципе, это рабочий вариант. Но это не сегодня. Мы никуда не торопимся. Сегодня нам не нужно торопиться. Просто мы подустали, много всяких разных дел делали. И, ну, вот Сереже еще у него остались силы, чтобы покосить забытовкой. И вот здесь вот, потому что, видите, какой бурьянный роз. Вот здесь вот он хочет покосить. И я там хочу еще обработать специальным раствором от сорняков. Ну, это никакой не торнадо, ничего такого. Там получается какая-то инновационная технология. В общем, он не поражает всякие травы типа овсяницы, клевера и прочего такого. Такие газонные травы. А он поражает только вот, скажем так, сорные травы. Я не знаю, как это работает. Работает ли это вообще. Но отзывы хорошие, поэтому попробую. Покупили вот такой вот распрыскиватель садовый аккумуляторный. Надо его сейчас будет открыть, посмотреть. И если он работает, то попробуйте вот из него опрыскать вот эту территорию, которую Сережа скосил. А если он не заряжен, то, конечно, придется в следующий раз. Вот. Может быть, его с собой забрать, поставить дома на зарядку. Потому что мы отсюда, когда уезжаем, мы полностью все электричество отключаем. И никак мы его здесь не зарядим. Поэтому посмотрим, в общем, как оно. Пока что вот слежу за водой. Вот столько вот набралось уже воды. Вот. Ну, наверное, где-то треть или четверть. Вот так. Не так не очень понятно. Но, наверное, треть. Ну, вода, кстати, не такая желтая, как я думала. Она, в принципе, довольно прозрачная. Она мутная, вернее, она мутная, потому что здесь много извести. Но она не желтая. Хотя, вроде как, говорили, что много железа. Ну, не знаю. На вид как будто нет. Ну, посмотрим. В общем, нам это не критично. Для нас это эксперимент. Друзья, набрался наш бассейн. Он, получается, набирался с четырех, а сейчас полдевятого. То есть, сколько? Четыре, четыре с половиной часа. Значит, мы туда засыпали соль. И еще добавим средство универсальное для бассейнов. И здесь есть вот такой вот флакон для приготовления рабочего раствора. То есть, добавляется немного вот этого вот раствора из канистры в бассейн. Немножко перемешивается. Набирается воды. Вот здесь указано, вот только воды нужно набрать. Добавить вот до этой отметки специального тоже раствора, индикатора. И посмотреть, какой будет цвет. Вот, соответственно, низкое содержание, ниже нормы, нормальное и выше нормы. Вот так вот проверять. Вот, будем, посмотрим, что это вообще такое, как это работает. Ну, как я и говорила, вода, в принципе, да, она мутная, но она не желтая, она не грязная. Плавают травинки, потому что Сережа косил. Но я посмотрела, уже увидела в интернете, что берут те, у кого нет специальных фильтров, берут наволочку старенькую, но нерваную. Вот так вот загребают сверху ею воду, и весь ссор остается в этой наволочке. Так что в следующий раз приедем, поскольку мы не купили закрывающий тент, мы не купили, а купим потом, наверное, может быть. Опять-таки, это же эксперимент, может быть, и не будем. Ну, тут, естественно, нападает какой-нибудь травинке, какие-нибудь мушки будут. И в следующий раз наволочкой вот так вот почистим. А сейчас нальем и посмотрим, что будет в следующий раз. Не знаю, когда мы приедем. Сережа сейчас отпуск, но нужно поделать дела различные в городе. Вот, не знаю, когда мы на дачу приедем. Но, надеюсь, что скоро. Вот, посмотрим, что это будет, как это будет. В общем, очень интересно. Конечно, сегодня мы уже купаться не будем, потому что уже и не жарко, чтобы купаться. И вода, конечно, там очень-очень-очень холодная. Несмотря на мои попытки там что-то с ведрами придумать, все равно вода очень холодная. Так, ну, накрасился в зеленый. Значит, ниже нормы. Значит, надо еще. Смотрите, друзья, как Сережа смешно размешивает эту вот эту жидкость. Ой, ну, вообще здорово придумал. Я бы никогда в жизни не додумалась так размешать. Друзья, мы сейчас находимся в Леруа Мерлен. Я решила вам показать свой летний наряд. Не знаю, если бы такой летний. Сейчас чувствую. Это все хлопок. Вот. Такая маечка короткая. Шорты. И вот такая рубашечка. Очень-очень сильное солнце, поэтому... Ой, приходится прятаться. Ну, ноги-то, в принципе, пусть подзагорят. Вот. А руки я уже спрятала, потому что руки все время открыты. И вот в прошлый раз, когда я целый день работала в саду, на своем участке, я очень, конечно, загорела сильно. И несмотря на то, что у меня SPF 50+, все равно... В общем, боюсь ожогов. Вот. Но на самом деле мы сейчас приедем на участок, и я переоденусь, естественно. Это такой у меня дорожный вариант. Прошу прощения, что видео снято из уборной. Я просто увидела здесь это зеркало, посмотрела на себя, думаю, надо вам показать свой образ. Друзья, иду, конечно же, не без покупок. Чем дольше Сережа ходит, тем вероятнее, что я что-нибудь возьму. Взяла вот несколько пакетиков корневина, потому что он мне был нужен, когда мы сажали все. Но его у меня не было. Вот. Поэтому я взяла несколько пакетиков, пусть лежит. И взяла вот такую вот хризантему. Она вот только-только будет распускаться. В прошлом году я тоже такую покупала, но она не перезимовала. Ну, попробуем в этом году еще раз. В прошлом году я покупала в большом кашпо. В этом году мне кашпо не нужно. Вот. Взяла 13... Вот. Диаметр 13 сантиметров у горшочка. Но она такая кругленькая. Ее, видимо, формировали. Вот. Так что я вот такую вот взяла. Вот. Сережа там грузит что-то в машину. Я иду к нему. Вот. С покупкой, естественно. С предыдущего включения с участка прошло два дня. Удалось нам приехать. Вот. Вчера не были. Сегодня приехали. Вода вот такая. Вот. То есть она вообще никак не изменилась. Она все еще мутная. Вот. Ну. Нормальная. Ничем не пахнет. Все в порядке. Купались. Купаемся. Делаем дела. Купаемся. Делаем дела. Купаемся. Очень жарко сегодня. Ну. Вот это нас очень даже спасает. Пока восторг полный. Я сегодня, значит, занималась чем? Купила же вот эту вот фризантему. Посадила ее в большую емкость. Это ведро я оплетала. В маленькую емкость пересадила виолу. Потому что она очень сильно погорела. Ей прям было очень плохо. Я веточки, которые удалось спасти, я их спасла. И посадила вот в такую маленькую. Ну, не знаю. Тут цветочки, все, листочки, все зелененькое, все хорошо. Цветочки не вялые. Я надеюсь, что эти росточки будут в порядке. Тоже корневином все присыпала. Все посадила как полагается. На грядках все, в принципе, то же самое показывать особо нечего. Но из нового, смотрите, проклюнулся помидорчик. И вот еще один. Вот. То есть вот так вот у нас все поздно. Это середина лета. Сегодня у нас 17 июля. У нас только вот проклюнулись помидоры, получается. И вот окурцы вот в таком состоянии. То есть люди уже закатывают. Они у них уже перерастают. А у нас вот так. Ну, ничего страшного. Это же для нас все эксперимент. Если не получится, если ничего не вырастет, это вообще ничего страшного. То есть мы сажали не для того, чтобы прямо есть, прямо вот этим вот питаться. И не для того, чтобы себя прокормить, а для того, чтобы просто поэкспериментировать, абсолютно в свое удовольствие. Без потрачения на огороде. Просто вот что вырастет, то вырастет. Хожу все поливаю. Базилик вот собрала. Это вот как раз я поотрывала. Ему вроде как это нравится. Ему нравится, когда с него срезают что-то, отрывают. Он еще больше растет, еще больше ветвится. Так что все в порядке с ним будет. Ну, здесь, как я уже сказала, особо показывать нечего. Все растет, очень хорошо. Укроп начал расти. Вот. Больше ничего показывать не буду. Никаких изменений там нет. Малинка потихонечку краснеет. Хорошо ей в моих пакетиках. Понравилось. Вот так что нормально. Клубничка тоже краснеет потихонечку. Ну, я собрала самую красную малину. Там, может быть, штучек 10 было. И самую красную клубнику собрала. Те, которые дозреют, еще дозреют. Вот. В принципе, все. Больше особо рассказывать нечего. А, получается, я говорила в прошлый раз, что я хочу обработать газон от сырников. Но пришла нам вот эта вот штука. Распылитель вот этот вот аккумуляторный, который вешается как рюкзак. И ходится там, обрабатывается чем хочешь. И что хочешь делаешь. В общем, с ним он пришел бракованный. У него льется прямо, в общем, бог знает куда. И Сережа говорит, что... Я сначала говорю, да, ладно. Ну, и подумаешь, сифонит. Ну, во-первых, сифонит прям очень хорошо. Прям льется из трубки. Во-вторых, Сережа говорит, вот ты туда эту отраву положишь, и будет она тебе на руки литься. Ну, здесь, как бы, я считаю, он прав. Конечно, на руки не надо. Здесь вот лежит травка. И вот там вот лежит травка. Ее нужно будет пожечь. Но это, конечно, не в такие жаркие дни. Вот она лежит, просто сушится, сохнет. Ну, сохнет хорошо. Не гниет, ничего. Просто высыхает. Веточка с березы сломалась. Вот Сережа ее отрезал. Тоже туда же ее потом в костер. Вот, может быть, потихонечку в мангал будем подкладывать. Ну, посмотрим. Главное, ну, как бы, в такую жару, конечно, ничего жечь не надо. Ну, вот, поэтому, в общем, я не обработала. У меня есть еще какая-то отрава от комаров на участке. Тоже взяли попробовать. Тоже, соответственно, ее не смогли распылить, потому что распылитель этот не работает. У меня есть помповый распылитель на 2 литра. Но это с ума сойдешь, весь участок им обрабатывать. Поэтому вот так вот. Сережа там решил жарить мясо. Вот, уже сейчас вечер, где-то полседьмого, шесть, полседьмого где-то так. Вот, так что уже ужин, поэтому он запалил костер. И будем жарить сегодня стейки. Сережа очень хотел стейки. У него же отпуск. И, наконец-то, он сможет свои любимые стейки поесть. Очень красиво там все так замариновал, так все красиво сделал, какие-то травки там добавил. Ну, в общем, все, как он любит. Вот, так что такой ужин будет. Вот такой вот красивучий стейк. Очень-очень красивый. Запахи стоят просто волшебные. Что ж, друзья, вы посмотрели мой 51-й влог. Я надеюсь, что вам было интересно и приятно провести со мной время. Встретимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok